фолио часть по фотографии здесь у нас немного фотографий давайте посмотрим первая фотография это значит у нас такой осенний кадр хороший солнечный свет хорошего подобраны цвета обуви одежды сочетается с осенней листовой в общем то неплохо есть свободное пространство могут купить эту фотографию использовать это пространство под текст например там магазина обуви тоже или просто какая-то фотография для вдохновения на тему осени дальше вот у нас фотографии держим листочек фотографии не самая высокая коммерческая ценность то есть тут и могут купить просто для настроения что мы вот ображается у нас осень так дальше текстура фон деревянный это конечно одни самых таких распространенных фотографий новичков также вот тоже у нас фон давайте сразу две рассмотрим фотографии значит для чего нам нужны такие текстуры здесь два варианта использования первое это магазин строительных материалов или там что-то в этом роде могут купить такую фотографию чтобы обозначить да там что какая-то будет отделка или продается там материал доски и так далее но второй вариант это такие фотографии используются как фон под текст то есть как подложка до под текст в таком случае вот не должно быть таких трещин не должно быть таких вот контрастных переходов должен быть более равномерный фон обратите внимание на топы в этой теме как они выглядят вот смотрите если мы перейдем к этой картинке то тут да вы доски более светлые нет таких щелей больших между ними не такие фактурные но да здесь у нас есть отвлекающий фактор например стоит убрать фотошопе вот эту вот металлическую деталь почистить вот эти вот точечки и хотелось бы немножечко еще дальше продлить тогда будет очень хороший фон под текст плюс мы можем у нас что эта фотография отображает такую фотографию может купить обувной магазин например да распространить у себя в соцсетях где-то или даже на баннере что вот сейчас на сезон осень у нас продаются резиновые сапоги у меня конечно так образно говоря но понятен да понятно да идея если этого им нужно тут больше пространства под текст и вот это вот лишнее мы из кадра убираем вот так вот этого тоже бы не хотелось а сама идея но здорово неплохая да можно даже и пару снять можно снять на однотонном фоне положить один резиновый сапог и раскидать как-то красивые листочки то есть можно эту тему довести при можно сказать до идеала вот этот листочек не очень красиво лежит его бы как-то да тоже поставить но сама идея неплохая описание давайте посмотрим хорошее описание хорошо что вы используете много символов то что описываете что у вас тут резиновые сапоги да шире можно еще даже описать давайте вернемся к нашему портфолио так дальше хорошая фотография клубничка в форме сердца очень хорошая фотография можно еще такое же снять например чисто на белом фоне будет пользоваться популярностью от не на фактурном такому на белом так а то это описание очень маленькая пользуйте больше символов описывайте пишите что это еще ягоды что это еда свежие там летняя еда сладкая еда свежие спелые спелая клубника что это фрукты тоже пишите ягоды так дальше цветочки сожалению очень низкая коммерческая ценность у такой фотографии если ее могут купить то может один два раза потому что нужно думать кому и куда нужны наши фотографии что они будут иллюстрировать так дальше вот здесь смотрите на фотография здесь хорошо по расположению большое пространство по текст есть растение не значит говоря кому нужно именно такое чтобы так вот растение было вроде бы цветочков тут маловато рекомендую посмотри тоже топы топы фонов с цветочками как это все делается какие фотографии популярные может быть даже посмотреть где и как их используют обращать внимание на билборды обращать внимание на журналы потому что такие фотографии часто встречаются в журналах том числе просто даже зайти в магазин взять журналы полистать на стенде и обратить внимание на это что даже еще такие фотографии могут использоваться в каталогах косметических тот же допустим там even reflame и так далее они часто тоже берут на стоках какие-то фоны и могут сюда при фотошопить какую-то свою продукцию вот текстура вот эта текстура уже интересно ее могут использовать допустим какие-то строительные компании или работники которые ведут ремонтные работы показывает какую отделку они могут делать на сайте у размещать вот такие текстуры так дальше это тоже у нас фон вот здесь симпатичный кстати фон симпатичная фактурная стена такую можно просто отдельно сфотографировать и цветочки тоже мараз по разному можно сфотографировать здесь не совсем не понятно угол съемки лучше вот прямо фотографировать без завалов фоны и может быть делать больше диафрагма да чтобы значение было побольше чтобы больше было детали в резкости и фон может быть что был в резкости вот такая интересная фотография какие-то шарики на розовом рассыпаны если бы конечно побольше как-то рассыпать или какую-то форму придать тоже можно сделать разные семилляры так вот нас текст уже стены юка не очень стоково снята бледные цвета уже здесь у нас очень бледные цвета не совсем стоково посмотрите тоже фотографии на тему хотя подснежники тоже можно снимать но тут бы конечно подошел макро объектив как-то покрупнее снять посочнее чтобы было так вот здесь вот самом деле вот вот такая фотография это одни из топовых фонов сейчас но эту фотографию конечно надо будет доработать если даже откроете топу по фонам такого плана фотографии будут вообще на первых страницах но не так снято во первых у нас тут вот есть какие-то лишние детали вот этот листик он слишком привлекает внимание на себя его бы вот так вот чик фотошопе почистить во вторых снять немного чтобы было меньше дерево то есть мы вот такую часть обрезаем и здесь продлеваем чтобы вот здесь вот было больше фона посмотрите мы вот часть это черного срезаем пусть видно немного веток и немного тени и оставляем часть сплошного фона сплошного на которой не падает тени и можно будет то есть чистая область чтобы было чтобы можно было разместить свой текст опять же я вижу у вас есть какая-то да вот куда стоковый взгляд вы вот видите допустим вот этот близко даже к трендам по фон по фоном обратите внимание на топ и проанализируйте их потому что это прям очень близко к топовые фотографии маленькое описание описание название у нас это один из главных инструментов продвижения своих работ старайтесь использовать максимальное количество символов несколько предложений это поднимет в поиске нашу фотографию хорошего от фотография то есть мы тут видим зелень и детали интерьера до растения комнатная хороший свет трендовый дает фотография неплохая это фотографии низкая коммерческая ценностью иголки я не знаю даже что для чего такая фотография нужно людям кто ее будет покупать фоны значит тут хороший сам фон деревянный возможно немного по-другому разложить фрукты вот эти листочки может лучше вообще убрать либо их больше добавить потому что вот немножко фон у нас недоработанный кажется листочки выглядят грустно так тоже осените вот здесь вот вот хорошие листочки хорошо хорош тот же опять же фон это да вот одинаково может разложить больше листочков и больше продлить фон тут чтобы ну как бы с левой стороны удлинить вот как здесь больше разложить листочков может листочки разложить только снизу только справа кучнее их расположить хорошая фотография с перцами отлично можно попробовать вот снять их вот тоже свет может и не вижу там какой-то полосатый фон лучше делать на однотоном это фоне так снимать здесь какой-то хвостик не зеленый только больше желтый следите за цветокоррекцией если цвет перчика хороший сочный красный то вот хвостик тоже должен быть зеленый давайте еще здесь у нас новогодние рождественские детали в общем то хорошо такие фотографии иногда берут но следим за цветокоррекцией не ярко очень конечно как-то вот цвета такие тусклые слишком вот хорошая вот эта фотография у него хорошая коммерческая ценность потому что допустим такую фотографию могут купить и магазинные которые продают искусственные елки к рождеству какие-то базары елочные так далее такие фотографии будьте внимательны и и конечно приняли но работа на кружке это дизайнера ну то есть это чьё-то авторское право вообще по идее мы не имеем права размещать такие фотографии по хорошему инспектор должен был быть вам отказать лучше используйте какие-то однотонные кружки либо там нейтральный узор полосочка или там в горошек или с блестками а вот это вот надпись и дизайн это может быть такая же работа которую купили нас на стоках и мы не не можем использовать коммерческих целях в общем то все очень красиво еще с иллюстрацией по фото тоже вижу у вас перспективу фотографируйте больше присматривайтесь в топом прежде чем что-то вы хотите сфотографировать отвечать себе на вопрос кто может купить эту фотографию где можно ее использовать и прежде чем как снимать какую-то определенную тему посмотрите на топы на на том же шеттер стоке обратите внимание вообще часто просматривайте топы на интересующие вас темы тем самым вы будете тренировать свою насмотренность а со временем уже с опытом когда у вас пойдут продажи вы поймете что нужно покупателям что такое стоковость и что будет лучше продаваться желаю вам успехов всем привет с вами елена куратор education и сегодня рассмотрим портфель светланы светлана наша постоянная участница марафонов я вижу вот ее работы с марафон зима 500 давайте посмотрим поподробнее светлана вы делаете очень классные хорошие наборы большие давайте вот посмотрим подробнее вот на этот набор к нему у меня есть небольшая претензия есть некоторые элементы которые чуть-чуть выпадают по толщине обводки такой техники допустимо вот что вы иногда делаете например вот здесь кусочек лимона он потоньше или вот эти декоративные звездочки на кружке потоньше но в целом некоторые элементы например вот эта кружка вот этот вот бокальчик они выпадают то есть все таки лучше стараться придерживаться одной толщины ну плюс минус конечно даже такая техника ручная она позволяет свободное рисование но тем не менее отличные наборы хорошие элементы и вы их очень хорошо семиллярите что касается леттеринга надписей тоже здесь все хорошо отлично у вас получается вот такое тручное написание очень хорошо и я вам рекомендую взять прям наполнить портфель прям большим количеством изображений с леттерингом именно вот таким вот простым ручным как вот вы просто пишите от руки как это можно сделать вы можете брать вот например у взяли здесь какую-то композицию чашку да там чайник чипите вы можете любой из этих элементов взять вот каждый просто отдельный чайник 1 и снабдить какой-то надписью хоть вот в таком вот исполнении в таком в таком вот похоже то есть любой вот это ваше написание подойдет например вот к такой рисовке будет отлично и загрузить прямо еще раз каждый вот этот элемент мир с какой-то надписью это быстро пополнит ваш портфель ну и они в такие композиции они очень эффектно выглядят смотря на свою простоту вот такую и с пятнышками цветными вот с такими хорошие и с такими пятнышками и просто черно-белые линейные выглядят очень хорошо вы замечательно посимилярили вот эту тему зимних аксессуаров у вас очень много таких работ и цветные линейные вообще замечательно супер мне не хватило вашем портфеле паттернов они есть у них немного и по паттернам у меня тоже есть небольшое замечание для вас это не очень как сказать это не считается ошибкой но будет лучше если вы покажу сейчас на примере если вы будете компоновать превью таким образом чтобы на уголок попал какой-то значимый элемент ну например вот если здесь снеговик чтобы снеговик попал вот сюда на уголок чтобы покупатель видел сразу что это бесшовный паттерн понятно что мы здесь написали что это бесшовный паттерн и по своему виду мы предполагаем что да он скорее всего бесшовный но поскольку элементы сейчас немножко здесь болтаются в воздухе то есть они никак не закреплены это вызывает такое ощущение как вот какой-то неуравновешенности а если вы будете если вы расположите например снеговичка вот сюда то у вас будет часть здесь в этом уголочке части здесь здесь и здесь то есть у вас углы условно говоря будут закреплены а вы знаете что для композиции это всегда выгодно когда у нас крепкие углы тем более в прямоугольной композиции как превью для паттерна и это будет лучше касается вот таких паттерна где крупные элементы из на что понятно что вот здесь как со звездочками здесь можно такого не делать вот в таких вот паттерна где явно хочется ну то есть вот в таких вот паттерна здесь как будто бы все немножко свободно плавает в воздухе в пространстве хорошо давайте дальше посмотрим отлично поработали с елочками вот это вообще серия у вас просто супер но у вас в принципе все наборы которые вы делаете они все хорошие и вы их хорошо семиллярите отлично что вам просто продолжать хорошая техника хорошие техники вы используете разные и просто линейные вы тоже здесь немножко ведь этот шарфик он толщине выбивается берет на себя много а варежки пропадают то есть хорошо бы все таки когда вы уменьшаете сохранять толщинку хотя бы общую какую-то вот габаритную самую крупную так темы у вас хорошие очень хорошие их достаточно много и вы хорошо прорабатываете вот эти макетики симпатичные все у вас хорошо а кот насчет этого лет ринга я хотел сказать он хороший сам по себе но когда вы делаете вот такой контрастный контрастные буквы такие следите чтобы тонкие штрихи не были слишком тонкими по отношению к толстым потому что контраст это хорошо но когда он слишком высокий то есть когда разница толстого и тонкого слишком большая человеческий взгляд перестает воспринимать если он смотрит на толстые перестает воспринимать тонкие и наоборот то есть она как бы не складывается в общую композицию а эти сами по себе эти толстые сами по себе Поэтому тут надо это тоже учитывать. Не делать слишком высокий контраст. Иначе просто читабельность будет страдать от этого. Хорошо представили зимние темы. Старайтесь не грузить подобные элементы из одной темы или из одной серии подряд. Лучше все-таки их чередовать. В данном случае они не так сильно похожи между собой, но тем не менее. Вот отлично. Взяли этот стаканчик. Сейчас сюда какую-нибудь надпись накинуть и еще раз загрузить. Будет нормально. Так можно. Набор, да? Можно большой вообще один длинный набор тоже из елочек сделать. Не знаю, может быть он у вас есть? Прям длинный. Ну вот словом говоря, как вот эти два. Отлично, вот это красиво по цвету. Вообще у вас нормально все идет. И по цвету, и по композиции вы хорошо уравновешиваете. И наборы, вообще все композиции. Все у вас хорошо в этом плане. Вот с таким шрифтом нужно быть, конечно, аккуратнее. Его очень сложно подбирать. То есть его нужно очень, как сказать, поработать еще по подбору. Вот если ваши рисованные вот такие шрифты отлично ложатся на вашей технике рисования, то вот здесь вот с готовыми шрифтами нужно еще поработать. Отличная тоже вот эта тема дудл наборы. И вы тоже хорошо проработали. Там у вас и паттерны, и какие-то другие семилляры. И цветные, и черно-белые. Отлично. Хорошо. Прямо все идет по плану. Все идет хорошо. Просто нужно больше грузить. Мимоза там тоже красивая была. Прекрасно. Здесь, наверное, немножко все-таки морочновато. Но это, наверное, исключение все-таки больше. Потому что в целом здесь у вас порядок. Продолжайте рисовать в этих же техниках, которые вы вот здесь представили. Если вам они нравятся, они у вас хорошо получаются. Можно продолжать работать в этих же техниках. Вот такой же лифт хороший тоже. Вот с вашими ручными начертаниями у вас все хорошо. С литерингом. Порядок. Жук классный тоже. Ой, какие паттерны. Фоны. Вот эти хорошие. Их можно сделать какие-нибудь, может быть, чуть-чуть, какими-нибудь более бледными. И тоже в качестве фона пойдут. Под надписи какие-то. Ага, вот красивые, да. Да, дудл тоже отлично у вас получаются. Все отлично. Хорошие фоны. Фонов тоже должно быть много. Если вы их быстро делаете. Вот такие вот. Хорошие такие. Такие вот. Из каких-то непонятных геометрических козявочек, букашечек. То есть таких можно фонов тоже наделать много. И если вам кажется, что они какие-то простые, или, может быть, похожие друг на друга, не заморачивайся над этим. Просто делайте много и грузите. Отлично, красиво. Приморская тема хорошо вам далась. Ну, вообще у вас все в порядке с темами. Не хватает, наверное, праздников, праздничных тем. И таких тем, как вечные праздники, например, как дни рождения, свадьбы. Ну, свадьба, наверное, более специфическая. Ну, такие вот, как дни рождения, какие-то такие поздравлялочки. Вот вы можете взять те вот ваши дудлы детские, веселые, и с ними поделать какие-то поздравительные макеты. Какой-то леттеринг хороший написать. И использовать еще раз этот набор уже в новой теме. Побольше паттернов. Паттерны вы хорошо компонуете. Все замечательно. Там внутри самого паттерна, элементы между собой взаимодействуют. Хорошо. Все отлично. Ну, досмотрим. Тут осталось две странички. Ага, вот вы говорите «День детей», да? Хорошо. Ну, если вы берете какую-то тему, как вы сейчас уже научились на зимней теме, на зимних темах семилярить, вы уже видите, вы понимаете, что можно делать много семиляров, и нужно делать много семиляров. Вот такие пятнышки вы используете. Периодически в разных изображениях часто они бывают слишком яркие. Вот в данном случае сейчас они претендуют быть частью композиции. Общей вот этой вот. То есть они сбивают форму. Вот эту сумочку самой. Слишком навязчивая. Такое у вас попадается иногда. Вот эти тоже красивые макетики. Тоже можно вот в этой вот такой технике еще поработать. Вот я вижу несколько макетов. Можно продолжать. По цвету красиво. Композиция интересна. Здесь немножко по цвету. Я понимаю, что Пасха. Она часто изображается в таких пастельных тонах. Но все-таки хотелось бы какой-то сочности, что ли, еще немножко сюда добавить. Ну, это, по всей видимости, работы уже достаточно старенькие ваши. Так, ну вот мы посмотрели весь портфель. Ну вот, кстати, тоже очень хорошие вот эти фаны. Если какие-то добавить, может быть, еще другие цвета, может быть, посочнее, поярче, вообще в других гаммах, тоже будет хорошо. Тоже можно будет сделать еще, условно говоря, еще раз. Какие-то такие подобные фаны. И сделать их много. И отлично. Ну вот мы посмотрели весь портфель. Наверное, такие основные выводы я могу сделать по вашему портфелю, Светлана, что вы выбираете замечательные темы, отличные. Сейчас вот из новых тем вы их очень хорошо представляете в смысле семилляров. Хорошо семиллярите много. Не хватает паттернов, потому что из каждого элемента, который вы нарисовали, они у вас все отличные, замечательные. Можно сделать паттерн. То есть вот, например, вот здесь у вас элементы. Вы можете из подарков, из семейки, из всего этого сделать паттерн. То есть не все вместе, а все по отдельности. Например, бабочка с цветочком или еще с чем-то. То есть прямо взять и наделать много-много паттернов. Вводить праздничные темы. Если вы вводите праздничные темы, то их тоже должно быть много. То есть изображений внутри темы тоже должно быть много. Тоже отлично вот эти вот наборы. Вот. И в целом у вас все замечательно. Развивайте леттеринг. Сейчас я посмотрю, как вы описываете свои работы. Вот из новых. Из новых. Например. Ну да, здесь все хорошо. Правильно. Ну, наверное, здесь не 200 знаков. Можно было бы еще что-то написать. Но в целом неплохо. По ключам мы здесь не посмотрим. Так что, Светлана, я желаю вам удачи. Больших продаж на стоках. И всего доброго. Портфель Екатерины. Екатерина тоже у нас постоянная участница наших марафонов. Мы тоже видим здесь работы из марафона «Зима 500» и «15 темы» и другие. Екатерина, я хочу вас похвалить, если это, конечно, уместно. У вас очень большие успехи в развитии цветопонимания. Я посмотрела весь ваш портфель. В своих первых работах, в ваших первых работах у вас было больше проблем с цветом. Сейчас у вас с этим делом гораздо лучше. Но все равно есть еще над чем работать. Я вам желаю развиваться вот в этом направлении. То есть поработать с цветом, в первую очередь. Какие-то композиции у вас немножко грязные, немножко некоторые, наоборот, немножко какие-то очень яркие, с какими-то безумными открытыми цветами. То есть нужно поработать с цветом. Либо заниматься цветоведением непосредственно, либо просто брать хорошие аналоги и просто копировать цвета прям пипеткой. Давайте посмотрим. Отличные темы. Хорошо семилярити, но мало. Вот это вот у вас замечательная серия. Там даже не серия, просто набор вот таких вот элементов. Они очень хорошие, очень классные. Там будут еще из этого набора элементы семиляры, но вы очень мало семилярити. Прямо очень мало. А вот это вот прям очень хорошая серия. Давайте посмотрим. Мало паттернов, очень мало паттернов, а их должно быть много. Вот работа, в которой цвета, хотя, возможно, в такой теме это и допустимо, как отдельные элементы, вот как, например, эта лежаночка, она сама по себе может быть. И вот это вот домик, когтеточка там или что-то для котика тоже может быть. Но вместе они стоят и создают такую композицию, которая не сочетается по цвету. То есть вот здесь вот цвет проигрывает. Вот эти шапочки, которые мы уже знаем, что продаются хорошо, да, с зима 500. Замечательно. Очень хороший набор серия вот эта, вот эти вот кухонные, отличные. По цвету вообще супер красиво. И семилярити там достаточно хорошо, но тоже маловато. Можно было бы еще. Так, немножко иногда проигрывает по цвету фона. Некоторые работы проигрывают, например. Ну, здесь еще может быть. Вот здесь уже мрачновато. То есть можно сделать семиляр, и, например, где у вас будет более какой-то веселый фон, вообще сочетание такое, более праздничное. Потому что сейчас оно, ну, как бы, оно может быть, существовать, но оно не очень веселое. Хороший набор. Немножко разъехался по композиции. Можно перекомпоновать как раз в более вытянутую композицию. Собрать немножко, подсобрать по композиции, еще раз загрузить. Ну, сейчас уже осень, может быть, не так актуально, конечно, но так вот на будущее. Хорошие темы берете. Вот сами элементы у вас отличные. Вот это, кстати, красиво по цвету. Очень хорошо. Но тоже вообще я что-то не вижу. Семиляры есть на эту тему? Сейчас посмотрим. Еще раз повнимательнее. Вот с этими письмами Дедушки Морозы вообще отличную серию сделали. Очень хорошо. Вот с печеньками тоже. С печеньками тоже, вот с этими тоже отлично. Хорошо. Вот эта композиция, как раз когда я говорила, что немножко не складывается по цвету, ну, наверное, вот слишком все как бы сложно и разрознено, что ли. То есть с цветом нужно поработать. Вот эти у вас хорошо получаются, лайн-арты такие. Лайн-арты хорошие у вас, вот эти вот такие линии единые. Тоже можно продолжать в этой технике работать. Хорошо получается. Елочки отличные, вот эти прянички. Нужно сделать много семиляров и много паттернов. На их основе можно сделать прям много. А не вот так, что раз, там еще два. Нужно сделать побольше. Вот в таких вот композициях, когда вы добавляете пятно цветное, нужно смотреть, что важнее. В данном случае сейчас пятно перекрыло всю красоту вот этой вашей линии, которая там есть. Оно просто перебивает. Либо можно просто приглушить немножко. Так, на будущем. Вот эти хорошие. Вот, да, китов я пропустила, но на самом деле это отличная тема. Вы выбрали редкий узкий праздник зимний. Взяли тему. Можно тоже побольше посимилярить. Хорошо. Нарисован красиво. Можно немножко поярче где-то там взять в семилярах. Так, посмотрим. Ну, здесь вот морочновато, немножко темновато. Можно повеселее. Так, вот. Отличная тема. Хороший набор. Тоже лучше его, конечно, вытянуть, потому что, ну, все-таки мелковато. Вот опять пятнышки используйте. Они слишком здесь навязчивые. Вот в данном случае они вообще просто перебивают форму, потому что, во-первых, они слишком активные пятна. Вот. Да они еще и непонятные формы. Вот, например, вот этот розовый вообще непонятно. Если тут круглый шар, то, ну, к чему это? То есть сбивать можно, конечно, делать пятна совсем абстрактной формы, но они не должны перебивать. Они не должны форму сбивать. Так что нужно посмотреть здесь повнимательнее. Можно их просто приглушить. Или сделать такими, чтобы они форму подчеркивали, а не разбивали. Хорошая вот эта. Ну, я про эту серию уже говорила. Она вообще замечательная. Я бы ее прям еще больше посимилировала. Так, паттерны хорошие. Зимние аксессуары. Вот этот вот набор шрифтовой мне напоминает какую-то арабскую вязь. Не потому что он там какой-то хороший или плохой, а потому что читабельность – это самое главное в шрифте. В любом, всегда. Вот. Здесь как-то вот с этим немножко сложно. Ну, конечно, мы еще обводку тут такой дали, потому что она здесь не помогает читать. А вот такой шрифт, вот такой шрифт, в данном случае удешевляет, упрощает композицию. Вот эти сами элементы, они очень простые, но они у вас получились настолько, как бы вот, ну, как сказать, они профессиональные у вас получились, если можно так сказать. А вот шрифт, в данном случае, их очень сильно портит. Вот такой. Либо вообще убрать, либо, я не знаю, можно попробовать. Какой вы еще можете шрифт делать? Вот такой, да? Вот можно таким попробовать. Так, где у вас еще есть шрифт? Вот такой, да? Ну, то есть можно попробовать. Может быть, даже вот такой вот туда подойдет. Вот, лучше, да, вот такой лучше. Этот шрифт упрощает, немножко не подходит сюда. Отличные чашечки, кружечки. Тоже надо семиллярить. Здесь все хорошо по цвету. Вот эти прям такие, прям настроение читается. Такой зимний вечер такой уютный, да? Вот такой шрифт очень хороший. Вот таким вот можно писать. Такие вот в такой рисовке. Вот к такой рисовке вот такой шрифт подойдет. Хорошо. Вот к такому шрифту у меня большой вопрос, конечно. Такой здесь неуместен шрифт. Можно его убрать и вообще просто убрать. И сделать такая же, пусть будет, открыточка, но с местом для поздравления. Пусть сами пишут. Например. Ага, вот этот же набор без обводки, да? Ну, все равно здесь, конечно, есть проблемы с читабельностью. Отлично. Вот эти тоже. Надо их, вот эти изображения, вот эти вот отдельные элементы, их тоже надо посимиллярить как следует. Здесь можно сбить немножко вот корицу, чтобы она не таким крестиком была. Прям какой-то этот икс, да? Здесь немножко как бы сдвинуть одну палочку, чтобы не было ассоциаций, что это крестик, а что это именно корица. Вот, можно к этому чайничку добавить какую-то надпись и тоже еще раз загрузить. Очень классный. Ну, вот многие у вас элементы хорошие сами по себе. Их нужно использовать для семилляров. Компотик. Вот это тоже хорошее. Сюда шрифт вообще отлично вот такой подходит. Ага, вот вы этот чайничек еще используете. Ну да, хорошо. Ну, кстати, он вот здесь почему-то выглядит ярче. Как-то. А, ну да, он с ягодками. Вот это мне больше нравится. Здесь тоже по цвету достаточно деликатно, но все-таки можно еще посимиллярить там с ягодками, с красненькими, с надписями. Можно еще проработать эту тему. Зимние аксессуары хорошо вам удались. И много вы их сделали. Вот эта тема очень хорошая тоже. Здесь, конечно, немножко вопрос, что на руке вот так вот стоит. Ну, не буду придираться. Это как семилляр, может быть. Так, лимонад. Ну, лимонад уже ближе к там, к весне, к лету будем рисовать, да? Но немножко пропадает он. Казалось бы, такой яркий должен быть, да? Немножко пропадает. Может, ему фон какой-нибудь дать. Но нужно быть аккуратным, чтобы здесь по цвету было красиво. Вот эти классные штуки тоже. Ну, сейчас уже смысла нет их рисовать. А на следующий год можно посимиллярить. Отличные вот эти вот кексики. Так, ну вот с цветом. Цвет руки некрасивый здесь. Нужно тоже посмотреть. Темы у вас хорошие. Ну, наверное, тоже маловато праздничных тем. Узких праздничных тем. Ну, вот узкие темы у вас есть. Это вот с марафона 15, да? Хорошие темы берете. Можно их тоже побольше посимиллярить. Побольше паттернов делать. В смысле, побольше у вас их вообще практически нет. Очень мало паттернов. Хорошие темы. В этом смысле все хорошо. Ага, вот этот лимонад. Вот тоже здесь, смотрите, видите, пятна вот эти. Они вообще сбивают просто всю форму. Если бы их не было, мы бы лучше прочитали форму, саму вот эту линию. Жуки классные. Жуков, кстати, вот этих вот можно вам в какую-то детскую тему взять. Ну, вот вы здесь взяли, но я имею в виду прям, как, я не знаю, может быть, какие-то открыточки поделать, какие-то, что-то может быть, может, для оформления детской что-то там, какие-то постеры, какие-то обойки. Ну, то есть вот поразвивать вот эту тему. Можно даже не обязательно ждать весны там или лета. То есть можно ее как детскую вечную тему вот такую представить. Хеллоуин, хорошие. Тоже смотрите, чтобы все читалось, чтобы было красиво, не пропадало на фоне. Здесь вот, например, что это зернышки кофейные, практически непонятно. Вот эти классные. То есть тоже можно посимилярить кофейная тема. Вот эти тоже. Вот если это тоже зернышки, и это не видно, что зернышки. Вот здесь тоже вопрос к шрифтам. Вот если хотите, можно шрифтами позаниматься. Шрифтами, цветом. Вот, наверное, такие основные будут рекомендации для вас. Так, сейчас еще полистаем. Ну да, вот по цвету здесь немножко вот этот желтый как-то здесь неуместен, что ли. Здесь немножко цвет рук тоже подводит, а так в целом красиво. А вот эти вот замечательные, вот эти ванны хорошие. То есть где-то есть какие-то небольшие провалы. Вот это тоже красиво по цвету. Вот эта серия, я говорила про нее уже. Она вообще классная очень. Но ее очень мало тоже, опять же. Надо ее посимилярить. Тем более она вечная. То есть ее не надо, ну, не привязывая ее к времени года, к каким-то сезонным праздникам. То есть ее можно вообще всегда рисовать. Так, ну что я вижу? Отличный шрифт сделали. Его практически незаметно. То есть вот его, вот этот шрифт, ближе там к весне. Нужно будет еще раз загрузить. Не на этом фоне, конечно, только чтобы его было видно. И из него можно делать надписи. Вот как вы сделали hello. То есть прямо вот этот hello отдельно можно загрузить. Потом еще что-то напишите и загрузите. То есть замечательно. Будет хорошо. Но только нужно, чтобы фон помогал, а не не портил. Так, грибочки. Тоже немножко мрачновато. Да? Вот отличная тема. Тоже немножко теряется здесь форма этого горшочка. Вот это тоже хорошая тема. Тоже можно развивать. Фонов вообще таких можно сколько угодно наделать. И более длинных. И там разных форматов, разных пропорций. То есть тоже можно. Элементы уже отрисованы. Можно просто штамповать прям побольше. Вот тоже рука некрасивая. Просто цвет некрасивый. А сама штука хорошая. Вот эта композиция. Пчелки. Ну вообще отличная. Тоже вот эта тема мед. Тоже хорошая. Можно ее тоже еще поразвивать. Вообще все темы, которые вы взяли у вас хорошие. Вы их мало семиллярите. Как правило. Вот это красиво по цвету. Очень красиво. Деликатно. И к теме подходит. Замечательно. Вот это тоже красивое. Ну тоже вот набор. И его практически не видно. Надо его вытянуть по горизонтали. И тоже может быть там ближе к весне, к лету еще погрузить. Семиллярить. Будет отлично. Вот эти штуки красивые. Но вы их немножко зажали. То есть их бы по горизонтали чуть-чуть. Вот посвободнее. Вот сюда. В фону добавить. А вот здесь нехорошо. По цвету. Хуже. Вот там было лучше. Вот это. Гораздо лучше. Сама серия. Вот эта вот. Сама серия хорошая. Отличные элементы. Замечательные. Вот они. Замечательные. Их тоже надо посимиллярить. Паттернов можно из них сделать. Паттернов вообще вам надо из всего сделать. Вот тоже красивая серия. Набор. Но очень мелко. Надо вытягивать. Здесь грязновато по цвету. Лучше еще поискать. Поработать со цветом. А вот эта серия очень хорошая. Прям супер классная. Надо будет с ней еще поработать обязательно. Вот у мороженки тоже рука. Некрасивая по цвету. Вот здесь вот пятнышки, кстати, гораздо лучше. Вот эти вот. То, что они даже такие навязчивые. Сильно такие заметные. Вот в таком изображении они уместны. Потому что петрушка, она сама по себе такая, как бы сложной формы. Да. И пятна у нее такие. И вот здесь тоже вот уместно. Ну вот здесь уже немножко на грани. Но хорошо. Все равно вот у травы таких растений может быть. Могут быть такие пятнышки. А вот где форма четкая, там как вот, например, на руке. Где-то тут было, да, прям вот. Где-то тут было. Вот. Ну, а вот здесь вот уже, конечно, не так. Тут надо форму подчеркивать лучше. Тоже хорошие все элементы. Ближе к лету будете их семиллярить. Хорошие. Но вот это вот обязательно нужно взять по семилляре. Потому что они тоже выглядят какими-то прям классными. Их надо... Их можно к теме еды привязывать. И не обязательно там к сезону тоже привязывать. А именно прям вот как еда посемиллярить. Хорошая тема. Тоже надо развивать. Все темы хорошие. Вот это тоже вот грязно по цвету. Прям хочется как-то... Можно прям еще раз взять и переделать по цвету. И еще раз загрузить. Попробую. Тема-то такая всесезонная. Так что можно в любой момент. Водичка тоже отличная тема. Здесь со шрифтами нужно быть очень аккуратным. Иногда их лучше даже не использовать. Если сложно подбираются. Ну, или работать над этим. Лучше работать, конечно. Тоже отличная тема. Ну, тоже вот. Все хорошо, но по цвету невкусно. Немножко грязновато. Немножко мрачновато. Немножко непривлекательно. То есть надо работать. Ну, мы приближаемся к концу портфеля. Точнее, к началу. Да? К более ранним работам. Здесь такая проблема есть. Сейчас она... Сейчас в этом смысле все лучше. Тоже ближе к весне. Можно это будет еще посимиглярить. С растениями, с цветочками. Ну, вот приблизились к концу. Вот тоже хорошая тема. Никак не развита. Здесь у вас даже нету подложки белой. А вот эти штуки тоже хорошие. Их тоже надо, во-первых, загрузить в длинный набор, закомпоновать. Тоже, может быть, как-то посимиглярить немножко. Ну, вот портфель закончился. Тоже хорошее. Ага, вот эту серию тоже хотел про нее сказать. Ее тоже нужно обязательно семиглярить. Возможно, даже вот в таком виде. Просто на белом фоне. Возможно, даже без надписей. Тем более, без надписей на русском языке. Ну, кстати, вот пицца нормально написана. Вот здесь кукуруза тоже нормально. Вот это, наверное, немножко под вопросом. Вот это под вопросом. Вот. Вот так можно еще раз, кстати, загрузить. Вообще просто без фона. Или как-то поискать фон. Здесь вот просто невкусные они немножко... Непривлекательные какие-то такие фончики вот здесь. Тоже можно немножко над этим поработать. Еще раз загрузить. И еще посимиглярить. Тем более, тоже тема такая всесезонная. Давайте посмотрим, как вы описываете из новых. Письмо. Так, ну маловато. Маловато, конечно, для описания. Это несерьезно, я бы сказала. Так, ну, во-первых, нужно, конечно, вот от этого избавляться. Вот это вот ненужные артикли. Прямо начинаем с съемок. Так, молодая женщина. Нужно еще добавлять описание. Обязательно. То есть это мало. Что-то еще нужно придумывать. Давайте еще шапочки посмотрим. Ну, описание хорошее, но можно пополнее, конечно. Еще что-то написать, придумать. Шапочки хорошие. Ну, все. Наверное, основное я, что хотела, сказала. Екатерина, я желаю вам успехов на стоках, на больших продаж и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова